Когда начинается избирательная кампания, когда на улицах городов появляются билборды, объявляющие о выборах, десятки миллионов граждан начинают задумываться, довольны ли мы своей жизнью, в правильном ли направлении движется наша страна. Хотим ли мы, чтобы в следующие шесть лет государством руководила та же команда политиков. Все мы разные, но когда в стране объявляются выборы главы государства, всех россиян объединяет общий вопрос. Как мы будем жить дальше? Это время, чтобы дать оценку работе действующего президента. Однако лет 20 мы не видели, чтобы в телевизоре кто-то разобрал ошибки и просчеты лидера стран. Если критикуют президента, то американского или французского, а наш, если верить телевизору, за целые десятилетия ни разу ни в чем не ошибся. Но разве такое вообще возможно? Так не бывает. Однако бывает иначе. Целую страну убеждают, что критиковать президента это не патриотично. То любая такая критика это предательство родин. Что президента ругать люди могут только за деньги иностранных разведок, а не от чистого сердца. Разве это так? Каждый россиянин в школе читал или должен был прочитать пьесу Гоголя «Ревизор». А монолог Чацкого «Из горя от ума» многие и вовсе учили наизусть. Помните такой? А судьи кто? За древностью и лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен Очаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журбе поют всю песнь одну и ту же, не замечая о себе, что старее, то хуже. Где? Укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы. Не эти ли грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве. Вспомните вообще школьные годы. Вся классика русской литературы, от Пушкина до Чехова, осуждала и высмеивала раболепие перед властями. Поэта, который писал стихи против самовластия, мы не называем ни предателем, ни иностранным агентом. Про Пушкина мы говорим, что он наше все. Пушкин четко разделял. Любимая страна – это одно, а критика государя – совсем другое. Правители приходят и уходят. Страна остается. Быть патриотом не означает всегда и во всем поддерживать президента. Да даже если предположить, что означает. Владимир Путин у власти уже 24 года. Это огромный срок. И за это время Путин поменял свое мнение по очень многим вопросам. Получается, что же? Настоящий патриот в понимании нынешней власти должен менять мнение синхронно с президентом? Я вот думаю, что нет. Критиковать президента и его решение – это нормально. И никак не относится к вопросу, любишь ты свою страну или нет. Без споров и критики невозможно развитие. Ненормально, когда критики нет. Во всякой стране полно людей, которые страшатся перемен. Для граждан России такие опасения характерны особенно. Ведь менее чем за 100 лет наша страна пережила революцию 905 года, февральскую и октябрьскую революции 917-го, а потом распад Союза в 91-м. Для очень многих россиян главной ценностью стала стабильность. Не случайно в современной России тепло вспоминают Леонида Брежнева. Ведь при нем люди пусть и жили не очень богато, зато были уверены в завтрашнем дне. Могли планировать жизнь аж на годы вперед. Даже цены на повседневные товары в те годы почти не менялись. Люди старшего возраста до сих пор помнят, что газированная вода без сиропа стоила одну копейку, а с сиропом три копейки. Наверняка вы видели и ценники на советских книгах, выбитые прямо на задней обложке. И цены держались не только на книге. Но именно Брежневская эпоха наглядно демонстрирует, что никакую стабильность нельзя построить на несменяемости руководителя. Во-первых, если человек находится у власти слишком долго, он может попросту оторваться от действительности. Потерять связь с реальностью за пределами своего кабинета и машинописных отчетов. Во-вторых, любой руководитель, даже самый замечательный, стареет. За 18 лет во власти Брежнев прошел путь от весьма энергичного политика до настоящей развалины, над которой открыто потешались советские граждане. На момент смерти ему было 75 лет. И вместо того, чтобы вовремя уйти на пенсию, он втянул страну в войну в Афганистане, которая Союза была не нужна и оказалась губительной для его экономики. А кроме того, нанесла коллективную травму огромной части общества. Так называемый афганский синдром до сих пор не изжит до конца. Владимиру Путину сейчас 71. То есть к концу следующего срока, если его переизберут, и если у него будет все нормально со здоровьем, Путин будет старше Брежнева. Ему будет 77. Ну, казалось бы, вообще неприлично осуждать человека за его возраст. Так-то оно так. Но чем старше становится президент, тем хуже у него получается стабильность удерживать. В 2005 году Владимир Путин заявил, «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет». Ну ладно, допустим, плохой пример. Все-таки целых 13 лет Путин свое обещание сдерживал. Но вот не переписывать Конституцию он обещал относительно недавно, в 2018 году. Тогда же призывал граждан не бояться смены власти. Допустим, тоже пример неубедительный. Ведь не каждый напрямую ощутил изменения в основном законе страны. Но вот более позднее заявление президента, которое непосредственно касается всех россиян, каждого мужчины трудоспособного возраста и его семьи. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. Президент в России четверть века стабильно один и тот же. Но планировать свою жизнь при такой стабильности уже нельзя. Глава государства регулярно нарушает собственное слово. И принимает решения, которые ставят под угрозу жизнь людей. Только за один год, с мая 22 по мае 23 из российского бюджета было выделено 196,5 миллиардов рублей на содержание ЧВК «Вагнер». Эту сумму в июне 23 года озвучил сам Путин. Это не какое-то расследование. Сделал он это после того, как личная армия Евгения Пригожина, содержавшаяся за счет российских граждан, пошла на Москву, сбив по дороге до семи вертолетов и самолет Ил-22. Мы на нашем канале еще задолго до мятежа говорили, что если дать бывшему уголовнику возможность ездить по колониям и в нарушении законов собирать себе персональное войско, то подобный мятеж или что-то в этом роде неизбежно случится. Если такую возможность видели мы, почему о ней не задумывался глава государства? Через два месяца после похода на Москву в небе над Россией взорвался самолет самого Пригожин. Погибли в том числе и гражданские. Пилоты, 39-летняя стюардесса Кристина Распопова. Люди, просто оказавшиеся не в то время, не в том месте. Не было никакого расследования катастроф. Российские власти даже не предложили какую-то версию произошедшего, по которой Путин не был бы причастен к гибели этих людей. Но вот серьезно, есть версия, что самолет сбит по приказу президента. А другой никакой версии нет. Недавно произошел жуткий совершенно случай. Бывший зэк убил топором двух человек. Среди них 64-летняя учительница Валентина Федорова, победительница конкурса «Лучший учитель России». Этого не произошло бы, если бы убийцу не выпустили из тюрьмы, где он оказался в 20-м всего-то году и должен был сидеть вплоть до 31-го года, еще за прошлое убийство. Но вместо этого он немного посидел, потом повоевал шесть месяцев, а затем Владимир Путин подписал ему президентское помилование и снятие судимости. И он убил опять. В России подписать помилование может только президент своей личной подписью, и никак иначе. В результате погибли два невинных человека. И как ни крути, ответственность за случившееся лежит персонально на президенте. Ладно бы это был один исключительный инцидент, но, к сожалению, подобные события отнюдь не редкость. Стабильно появляются новости о новых преступлениях, помилованных Путиным рецидивистов. Только тех случаев, которые попали в СМИ, уже десятки по всей России. Должен же был президент как-то подумать о последствиях своих действий. Вот есть преступники. Их поймали. Полицейские, сотрудники прокуратуры, Следственного комитета занимались поимкой настоящих реальных преступников, убийц. Готовили тома уголовных дел. Посадили их в тюрьму. Сидеть им там нужно было бы еще очень долго. А им дали повоевать полгода. И все. Можно вернуться домой в статусе героя, перед которым все соседи должны теперь расшаркиваться. Того и глядив в школе, повесят табличку или позовут выступить перед детьми. Ну, любой человек, даже не служивший в КГБ, легко поймет, к чему это все приведет. Но Владимир Путин, по всей видимости, просто утратил способность продумывать результаты своих же решений наперед. И утратил уже сейчас. Вряд ли в ближайшие шесть лет станет лучше. Да, после четверти века при президенте, к которому все привыкли, поменять его, может быть, как-то боязно. Но рано или поздно его поменять придется. Если не в этом году, то через какое-то время. Вот необходимости сменить главу государства мы все равно не отвертимся. Она неизбежна. Подумать надо о том, стоит ли откладывать такое решение до последнего. Какие выгоды нам от того, что смена власти отложится, произойдет не раньше, а позже. Будут ли россияне чувствовать себя в безопасности? Если на ближайшие шесть лет оставить все как есть? Или все-таки лучше уже сейчас присмотреться к другому кандидату? Конечно, выборы сейчас так устроены, чтобы никакой заметной альтернативы Путину не было. Но все же основным конкурентом из тех, кто до выборов допущен, является 40-летний Владислав Дованков. У него второе место в рейтингах после действующего президента. По данным и государственных, и негосударственных социологических служб. Главное качество Владислава Дованкова, которое может привлечь тех, кто опасается резких перемен, это тот факт, что он встроен в существующую систему. Проголосовать за Дованкова на должность президента не значит совершить революцию, даже в том случае, если он вдруг возьмет и выиграет. Это не будет революцией ни в прямом, ни в переносном смысле. Этот человек уже сейчас занимает пост заместителя председателя Госдумы. Он кавалер медали Ордена за заслуги перед Отечеством. Политик, которого вы каждый день можете видеть по центральным телеканалам. На дебатах или в агитационных роликах на улицах висят билборды с его портретом. Голосовать за него нормально, даже если вы никакой не оппозиционер. Голосовать за него не опасно. Это просто выбор из одобренных каких-то вариантов. Так почему бы не выбрать его, а не Путина? Кандидат производит впечатление спокойного и уравновешенного человека. Даже те, кто воспитан в горячей любви к дедушке Ленину, не очень-то хотят, чтобы перемены в стране снова пришли вместе с оратором верхом на броневике. Больше всего такие граждане хотят вернуться к тем временам, когда не было страшно ни за детей, ни за внуков. Когда жизнь в хорошем смысле слова известна наперед. Учеба, работа, квартира, семья. Может быть, машина, если нужна. Ежегодный отпуск где-нибудь на море. И жизнь без войны. В президентской программе Дованкова много либеральных предложений. За последние четверть века россиян приучили хмурить лицо при одном упоминании слова «либерализм». А из понятия «либерал» сделали синоним то ли предателя, то ли дурачка, который присмыкается перед Западом. Делали так, потому что по всем опросам видно, россиян очень привлекают идеи свободы, развитие своей страны, демократии, равенство всех перед законом. И чтобы россияне за такие идеи не проголосовали, вместо традиционных ценностей и милитаризма, нас убеждают, что это все очень плохо. Предлагаю провести небольшой эксперимент. Допустим, у вас даже и вот вы не нравятся вам либералы. Я вам зачитаю те пункты из программы Дованкова, которые являются либеральными. А вы отметьте про себя или напишите в комментариях, с какими из них лично вы не согласны. После 2024 года все собственники должны получить абсолютное право собственности и гарантию, что никто ни под каким предлогом не сможет это право оспорить, если они добросовестные приобретатели. И даже если нарушения были, наказывать за них нужно мошенников и регистрирующие органы, а не людей. Далее. Противодействие пыткам в тюрьмах и СИЗО, отказ от обвинительного уклона в судопроизводстве, отказ от преследования из-за инакомыслия и идеологической цензуры. Пора ввести четкие формулировки законов, определить, что реально угрожает государственной безопасности, а не является предлогом для преследования инакомыслящих. Необходимо отменить репрессивные нормы законодательством. Наказание за лайки в соцсетях и за посты пятилетней давности недопустимо. Свобода прессы. Журналистам нужны гарантии защиты от уголовного преследования за профессиональную деятельность. Отмена культуры отмены. Если человек не призывает к уничтожению страны, а просто высказывает мнение, травля недопустима, общественная дискуссия возможна, репрессии нет. Вот с чем здесь можно не согласиться. В программе ни слова о том, что вся Россия должна прямо сейчас лечь под Америку. Дованков пишет, что надо просто быть прагматичными в отношениях как с Западом, так и с Востоком. Не самоизолироваться, но привлекать зарубежные деньги в нашу страну. С семейными ценностями тоже все замечательно. Есть отличная инициатива ввести оплачиваемый декретный отпуск для обоих родителей, для отцов тоже, чтобы отцы вовлекались в воспитание ребенка с первых дней его жизни. Есть инициативы для молодых родителей и пожилых людей. Дованков обещает социальные квартиры для врачей, которые со временем можно будет приватизировать. Обещает зарплату не менее 75 тысяч рублей учителям за одну ставку. Конечно, тут можно сказать, что обещать не значит жениться. И что Владимир Путин все то же самое обещает тоже. Однако, Владимир Путин к 24-му году и близко не смог добиться выполнения своих обещаний. своих же этих, например, майских указов 12-го года, где речь как раз шла о зарплатах учителей и медработников. Может быть, в каких-то единичных регионах страны они и выполнены, но и там за счет того, что людей заставляют перерабатывать на несколько ставок за обещанные им деньги. Путин уже не выполнил своих обещаний, а с нынешними военными расходами не выполнит их никогда. Так почему бы не дать возможность проявить себя другому? Не получится у него? Мы ничего не потеряем. А если получится? То, что годами не выходило у Путина. Ведь, как говорится, дорогу молодым не зря так все время говорили в советское время. Так почему же не сейчас? В конце концов, Дованков человек не без опыта. Он директор фонда, который поддерживает школьников, мечтающих создать собственное дело. Организатор всероссийских конкурсов, направленных на профориентацию молодежи. В его портфолио, о чем он пишет в своей агитации, создание пяти международных компаний. Для предпринимателя, имеющего организаторские способности и навык управления коллективом, путь в большую политику возможно даже более очевиден, чем для бывшего сотрудника разведки. И да, я знаю все аргументы старой оппозиции про то, что Дованков человек системный. Что это не настоящая альтернатива. Но подождите, он ведь точно лучше Владимира Путина. Если представить, что он изберется даже, у него в руках не будет всей полноты власти, как у Путина. А с другой стороны, у него в любом случае будет на политику свежий взгляд. Ну а если, как вы там все говорите, победителем точно и в любом случае объявят Путина, хорошо ведь, если второе место займет кандидат открыто в своей агитации, говорящий, что он за мир. Он ведь единственный такой. Значительную часть голосующих в России составляют люди, которых называют бюджетниками. Врачи, учителя, сотрудники силовых органов, а также сотрудники государственных музеев и очень много кто еще. Я бы хотел сегодня обратиться именно к таким людям. Некоторых из вас собираются организованно и даже принудительно привезти на избирательные участки. Это неприятно. Но, во-первых, вы таким образом на своем примере убедились, что бюллетени в урнах действительно имеют значение. Если бы было неважно, что именно лежит в избирательной урне, если бы результаты голосования можно было запросто нарисовать от балды, никто бы не заставлял вас идти голосовать за Путина и вообще идти голосовать и даже голосовать электронно. Потому что зачем, если все можно легко нарисовать? Но нет, вас приводят на процедуру, потому что системе необходимы настоящие голоса задействующего президента. Она может что-то там подрисовать, но ей нужно много настоящих голосов. Во-вторых, ну вот пришли вы на участок, получили бюллетень анонимный или даже электронный это получили его. Вот в кабинке для голосования вы поставили в нем галочку, сложили листок пополам, кинули в урну. Ну кто и как узнает, что вы проголосовали не за Путина? Что, расследование что ли будут проводить с графологической экспертизой или какими-то электронными системами? Да нет, конечно. Начальство предполагает, что если вас организованно привезли на участок, то вы сами испугаетесь голосовать неправильно. Вы сами поймете даже как правильно, не всем из вас даже говорят, как голосовать. Ожидается, что вы додумаете. Ну так обратите эту ситуацию в свою пользу. Вас привели всех вместе. Ну так всем вместе можно накидать бюллетени из-за главного конкурента Путина. За всю историю новой России не было ни единого случая, чтобы неправильно голосовавших людей как-то наказали. Система, если реагирует, то совершенно обратным образом. Администрация президента видит, что в каком-то месте бюджетники Путина прокатили и дает по шапке местным властям, чтобы те задобрили электорат. Вам ничего не угрожает, если вы не проголосуете за Путина, а проголосуете за Дованкова. Вы не делаете таким образом ничего опасного, но делаете очень хорошее дело для нашей страны. Посмотрите, вот, например, последние выступления Путина и Дованкова. И давайте попробуем ответить себе на вопрос, кто из них с большей вероятностью после избрания начнет новую волну мобилизации, которая может затронуть вас, ваших близких, ваших детей, внуков или соседей, ваших друзей и коллег по работе. И кто из них двоих, Путин или Дованков, скорее отпустит домой тех, кто был мобилизован еще осенью позапрошлого года и прекратит войну, сделает так, чтобы было мирное небо над головой, чтобы все было в порядке, чтобы мы вернулись к нормальной жизни. Давайте посмотрим эти два видео и до завтра. Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага. На производствах трудятся в три смены столько, сколько нужно фронту. Мы должны сделать все для того, чтобы установился мир. Я проехал уже 25 регионов, во всех регионах встречался с людьми, это более ста встреч, и я не видел таких людей, которые бы говорили, что должна быть полная капитуляция, должны дойти до Варшавы, испепелить весь мир в ядерный пепел. И поэтому, когда ведется такая риторика, я, конечно, ее не приемлю. Нужно вести переговоры. Нужно садиться за стол переговоров и договариваться. У меня сын 12 лет, через 6 лет ему придет повестка. И очень важно, чтобы наше поколение не оставляло этот конфликт нашим детям, нашим внукам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова